Открытие ученых со всего света и месяца кропотливой работы над материалом, чтобы донести все до зрителей. На канале Россия-2 стартует шоу «Вечная жизнь». Ученые, спортсмены, звезды шоу-бизнеса и музыканты поспорят о том, как продлить жизнь и молодость. И поделятся своими рецептами. Подробнее о проекте расскажет наш корреспондент Александр Шишко. Вечная жизнь продолжается. Команда режиссера и на России-2 стартует премьера «Вечная жизнь». Это будет самое крупное ток-шоу на канале. Первое, которое снимается так масштабно в павильонах Мосфильма. И абсолютно новое в своем жанре. Авторы скрестили два формата – дискуссию в студии и научную документалистику. Я уверен, что вы умрете после трех кругов по 8 километров. Умрете, умрете. Сердце культуриста на самом деле тоже... Тоже умеет любить. Мы пытаемся все-таки более-менее глубоко влезть в каждую из тем. Там открываются порой такие очень неожиданные подробности. Очень интересные детали, ради которых, собственно, подобные программы и затеваются. Мы действительно ищем рецепт вечной жизни. На подготовку программы уходят не дни, недели, а то и месяцы. Перед тем, как собрать студию, журналисты колесят по миру, выискивая самые последние разработки ученых, чтобы объединить их в документальный фильм. Перед началом ток-шоу его смотрят и гости, и телезрители. И потом, если понадобится, проверят все экспериментами. Мы туда добавляем больше. Каким образом? Это происходит за счет физических упражнений. У вас митохондрии выпали. А не важно. Самое главное, чтобы в клеточке были. Как можно побороть морщины, обновить кровь, изменить свою внешность благодаря улыбке? Все эти темы в студии обсуждают известные ученые, поэты, музыканты. И, конечно, те, кто уже знает секреты вечной молодости. Ольга полтора года назад весила 150 килограммов. Сейчас она похудела ровно вдвое. Я стесняюсь. Достойно аплодисментов. 14-летняя Лиза Кунстман, несмотря на то, что прикована к коляске, тоже не теряет веру в жизнь. Благодаря этому, считая девочкой, удалось попасть в профессиональный спорт. Лиза входит в состав паралимпийской сборной страны по волейболу. В ее копилке уже множество наград. И она уверена, главные победы впереди. Сейчас уверен, что попадем на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. У меня это как бы самая большая мечта. Над вечной жизнью трудятся сотни человек. Снимают 10 камер, 1 телевизионный кран. Запись длится 3 часа, но в эфир попадет только 44 минуты. Самое важное и самое острое. Ведут программу Анатолий Кузичев, лицо канала «Россия», голос Маяка и Вера Красова, вице-мисс Россия. По молодости, конечно, я и все. Зачем нам это все нужно? У нас и так матушка природа наградила. Но то, что она нам дала, она нам дала, это не в бесконечное пользование. Наша задача это сохранить. А как? Ну, будем узнавать в цикле программ. Первый рецепт вечной жизни зрители смогут узнать уже 3 октября вечером на канале «Россия-2». Премьерная программа расскажет, каким спортом надо заниматься, чтобы дольше оставаться молодым. Александр Шишко, Сергей Цыганов, Александр Попов. Вести.